МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. Въезд на территорию Хасавюрта и выезд за пределы города полностью закрыты. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Руководство города в период майских праздников усилило контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Ограничено автомобильное движение и внутри муниципалитета. Исключения касаются только специального транспорта экстренных служб. Оперативный штаб Хасавюрта по недопущению распространения коронавирусной инфекции полностью аннулировал ранее выданные спецпропуска. Отметим, что накануне в Хасавюрте был зафиксирован резкий скачок числа больных коронавирусом. По официальным данным за сутки было выявлено 10 новых инфицированных. Общее число заболевших в городе достигло 56 человек. Более 2 миллионов рублей благотворительный фонд «Инсан» направил на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала. Такую сумму удалось собрать менее чем за неделю. Сегодня весь медицинский персонал нашей республики находится в тяжелом положении. Ежедневно количество заболевших увеличивается, а медработники сталкиваются с нехваткой элементарных средств индивидуальной защиты. Несмотря на оказываемую органами государственной власти и управление, помощь даже ее оказывается недостаточна. Дополнительная крупная партия защитных средств поступит в больницы нашей республики в ближайшее время. Муфтия Дагестана оказал помощь Центральной больнице Гиргибельского района на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. На эти средства были закуплены необходимые препараты и средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов. На днях стало известно о гибели врача-рентгенолога этой больницы. Ее семье также передали небольшую финансовую помощь. В знак благодарности за самоотверженный труд еще пять врачей также получили денежные средства. Поддержку оказали в рамках акции «Помощь врачам» благотворительного фонда «Инсан». Мы решили посетить сегодня Гиргибельский район. Мы встретились с медперсоналом в лице главврача, выразили им свою признательность, свою благодарность со стороны Муфтията. И по мере наших сил готовы оказать возможную поддержку. Поблагодарили также ребят-волонтеров, которые уже несколько недель круглосуточно на ногах и делают все возможное для больных. Нам остается желать только лучшее, надеяться на помощь Аллаха и, конечно же, делать все, что возможно и что в силах наших. Помимо этого, представители Муфтията обошли поселковые магазины и в них они погасили долги за продукты питания первой необходимости тех семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Услышав тревожные новости из Гиргибельского района, не остался в стороне и Сагитпаша Умаханов. Министр промышленности и энергетики за счет личных средств направил партию комбинезонов, противочумных костюмов и халатов для медперсонала местной больницы. Средства индивидуальной защиты станут для медиков хорошим подспорьем. Теперь они смогут в первую очередь сберечь себя и оказывать помощь другим, находясь в безопасности. Изделия были сшиты на одной из швейных фабрик в Касавюрте. Сообщается, что там по сей день продолжают принимать заказы от различных организаций и учреждений. Поехали с Касавюрта, от Саид Паши Дарвичича, привезли вам постумы индивидуальной защиты для ваших здоровья. И Саид Паша передал вам слова благодарности, в первую очередь, и чтобы вы берегите свою здоровье. Вы сегодня оказались на передовой с этой болезнью. Компания Кирго в очередной раз выступила с благотворительной акцией. На этот раз она подарила 10 компьютеров нуждающимся семьям Буйнакского района. Это семьи, где воспитываются четверо и более детей, которые из-за отсутствия необходимых гаджетов не имели возможности заниматься дистанционно. Напомним, что в связи с введением режима самоизоляции в республике, как и по всей России, образовательные учреждения перешли на дистанционную форму обучения. Компьютеры по домам доставили специалисты управления образования района. Я учусь в 3-й А-классе. Мы сейчас занимаемся дома. У нас не было компьютера, и нам было тяжело. И хорошо, что нам подарили компьютер. Медикаменты и медоборудование на сумму, превышающую прежний размер городского бюджета, получил и Дербент. Очередная партия помощи Дагестану в борьбе с коронавирусом поступила от сенатора Сулеймана Керимова накануне. Помощь на полтора миллиарда рублей. Здесь видеоэндоскопические стоки, аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские системы, электрокардиографы, УЗИ, аппараты и многое другое. Помощь республике, кстати, как никогда, это подметил и глава Дербента. По его словам, друзья познаются в беде, и помощь сенатора своевременно и неоценима. Сулейман Керимов делал и делает очень много для Дагестана. Это мы все знаем. Завал с лишним, что нам поставили такого человека, это пример для Патриархана. И вот сегодня пришла очередная помощь. Общая сумма, которая составляет более 2 миллиарда рублей. Чтобы издали годовой бюджет, для петра, меньше этой суммы. В первую очередь помощь направят в Дербентскую центральную городскую. Далее полученные оборудование и медикаменты распределяют по больницам, где они больше всего необходимы. Сейчас действительно тяжелое время, как сейчас ответил глава Дербента. И вот эта оборудование нам крайне необходима. Мы очень благодарны, что в настоящее время в это оборудование поступает. Говорят, что хороша ложка к обеду. И в данном случае это, в принципе, на прямой оправдывает. Это уже третья партия помощи от Сулеймана Керимова. И, как отметил мэр города Дербент, ожидается еще одно поступление. На этот раз противочумных костюмов, так необходимых для защиты медиков. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Каспийске проблему нехватки врачей будут решать с помощью временных работников. Руководство больницы Каспийска объявляет о наборе врачей и медсестер для работы на машинах скорой помощи. Медицинские работники приглашаются на временную работу по срочному трудовому договору. При этом увольняться с предыдущего места работы им нет необходимости. Сотруднику, приглашенному на весь период работы, будут предоставлены современные средства индивидуальной защиты. Более 4 тысяч противочумных костюмов и защитных комбинезонов для дагестанских врачей закупил и медсенат Амар Муртузалиев. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Крупная партия средств индивидуальной защиты была направлена в городской штаб для врачей Махачкалы. 3600 комплектов были распределены между пятью медучреждениями. Оставшиеся костюмы направлены в больницы Ахвахского района. В ближайшее время ожидается поступление еще нескольких партий средств индивидуальной защиты. Давайте мы вместе поблагодарим Амара Магомерича, а также всех бизнесменов, которые, несмотря на замедление темпов экономики, оказывают серьезную помощь в обеспечении малоимущих и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особенно важна сегодня помощь нашим врачам, от состояния которой зависит здоровье нашего населения. Помните, что самая большая помощь, которую каждый из нас может оказать сегодня врачам, оставаться дома. Приближается великий праздник, 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Мировая пандемия разрушила множество планов и масштабные праздничные мероприятия, запланированные в честь юбилея, в стране пришлось отложить. Память о тех днях священа для дагестанцев и всего российского народа. Мы не раз рассказывали о подвигах тех, кто ценой своей жизни и здоровья подарил нам победу и право на жизнь. На сегодняшний день тех, кто видел военные события, своими глазами осталось совсем немного. В преддверии праздника мы вспоминаем наших героев. Сегодня ветеран уже с улыбкой вспоминает те тяжелые военные годы. Еврагим Паша Садыков родился в 1923 году в Рутуле. Учился, как и все свои сверстники в школе, и помогал своим родителям в поседневном быту. Когда началась война, ему было 18 лет, и он добровольно отправился на фронт. Попал в город Армавир в учебку автоматчиков, а в январе 1942-го воевал под Сталинградом. Он вспоминает, что мороз был под 40 градусов, хлеб и продукты питания были замерзшие. Немецкая авиация бомбила буквально каждую минуту. Это был поистине сущий ад, вспоминает ветеран, где вряд ли кто мог уцелеть. Много испытал я военностью. Не дай бог больше этого, чтобы никто не видел. Вот этот Еврагим Паша тогда меня было 24 года. В этих боях Ибрагим Паша Садыков получил осколочное ранение ноги. Осколок до сих пор остался в правой ноге ветерана. Из-за полученной травмы ему пришлось отправиться в госпиталь, после чего он вернулся на родину в Дагестан. Дойти до Берлина Ибрагим Паши Султановичу не посчастливилось. Но зато наш герой нашел свою судьбу и спутницу жизни. Медсестру, которая ухаживала за ним в госпитале, сопровождала его по дороге в родное село Рутул. Врачи меня комиссовали, дали мне инвалид, отечественные третьи группы, дали мне сопровождающие, так как ты молодая девушка, и меня отправили домой. Я побыл шесть месяцев, потом смотрю, мои напарники, которые со мной в школе учились, забирают в армию. Я прямо пошел в Дома культуру, комиссар был из Дербента Абрамов, я сказал, товарищ комиссар, возьмите меня, мне еще рука такой была. Он говорит, руку, я говорю, вот, автомат можно держать, я говорю, могу зачислить его. После освобождения территории Советского Союза Ибрагим Паша Садыков участвовал в боях за освобождение Варшавы, где вновь был ранен. Отправили лечиться в Новосибирск, это было 1 мая, вспоминает ветеран. А 9-го там же встретил радостную весть о великой победе. 9 мая кончилась война, и вот солдаты гостерами пошли, ба-бах, ба-бах. Это спасибо русским людям, они даже из печки вареной картошки с кастрюлями переносили в этот госпиталь, самогоны, пирожки, сахар, мармалай. Что долго не проносили? Радовались люди. Сколько лет плакали. Ибрагим Паша Садыкову 98 лет, но несмотря на испытания, выпавшие ему в жизни, он крепко стоит на ногах, ходит твердо и уверенно. За мужество и героизм, проявленные во время войны, он награжден многими орденами и медалями. Тяжелые военные годы давно позади, но память и благодарность к таким людям, как Ибрагим Паша Садыков и к тысячам других, останется вечной. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом. Возводился он по мотивам стихотворения Журавлина слова нашего прославленного земляка Расула Гамзатова, ставшего, пожалуй, самой известной песней памяти погибших на той Великой войне. Всего на 25-метровую скульптуру солдата ушло около 80 тонн бронзы. Нижнюю часть композиции формируют фигуры взлетающей стаи журавлей. Строительство сооружения велось на пожертвование. На сегодняшний день свой вклад уже внесли более тысячи человек. Было собрано свыше 500 миллионов рублей. У подножия мемориала установят стальные плиты с выгравированными именами солдат, погибших под Ржевом. У меня на этом все. Добрых вам вестей. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова